Опа, кто это у нас такой красивый? Срыв. Покажи журнал. Это у нас... Скалолаз, Камила. Камила Вороний и Скалолаз Про. Круто. Всем привет и добро пожаловать в скалолазный центр Скалодром Ру, который находится в Одинцово и является самым большим скалодромом в Подмосковье. Сегодня мы вместе с Владом после разминки на обычных трассах пойдем лазать на килтерборд, который в уникальном экземпляре находится на скалодроме Одинцово. Немного про накрутку на скалодроме. Здесь отмечаются только стартовые зацепки. Финишная зацепка это последняя зацепка такого же среда, как и трасса, она не отмечается, поэтому пару раз я растерялся. Были не очень очевидные финиши. И если делать финиши более очевидными, такой тип разметки трасс мне очень нравится. Тут меньше визуального мусора и зао становится чище, опрятнее и выглядит сильно лучше. На этом видео можно сравнить мой стиль лазания и Влада. Это наша попытка на флэш. Я стараюсь лезть намного быстрее, потому что я лазаю преимущественно в полдринг. Влад наоборот. Он родился в Крыму и преимущественно лазает на скалах в Крыму, поэтому у него очень хорошая выносливость, хорошо располагается, но при этом чуть медленно лезет в полдинг. Из трудных трасс на разминку я пролез на три семерки А. Все они очень разноплановые. Первая была с прыжочком в бок и выдавлением, вторая – двойной прыжок, и третий тоже прыжочек. Выбирал динамичные, потому что на килтерборде длинные и далечие перекваты с динамикой. Меня приятно порадовало, что трассы преимущественно состоят из европейских зацепок, такие же зацепки, как и на Кубках Мира. Из-за того, что я разминался на довольно трудных трассах для новичков и любителей, я не полазал простые трассы и не знаю, насколько они интересные, но трассы категории 6C7 мне очень понравились. Они разноплановые. Если вы хотите посмотреть на полноценный обзор скалодрома на трудности на болдеринг, пишите в комментарии. Если будет много комментариев, обязательно сниму ролик. А если наберется больше 150 лайков, я сниму обзор трудностей на килтерборде. Да, и такая опция тоже есть. Если кто не знает, килтерборд – это похожий системборд на амонборд, только намного интереснее и более разноплановый. Помимо того, что площадь его гораздо больше, он может еще изменять угол наклона от 0 до 70 градусов. План тренировки был такой. Мы выбирали трассы, сначала попроще, 7B, 7C, потом переходили на более тяжелые, 8A, 8B. Не все трассы я снял, потому что многие из них были очень тяжелые, и пролезть их не получилось. Тяжело. Вообще, очень непривычно такой штуки лазать, зацепки немного скользкие. И недавно помыли борт. Правый, левый, правый. Довольно ломовая трасса. Как мне сказали местные скалолазы, из-за того, что помыли зацепки, они еще не замагнезились и немного скользкие, кожу очень сильно стирали. Поэтому полазали мы где-то полтора часа, кожа стерлась, и сил вообще не было больше лазать. Сразу хочется уточнить, что категория здесь странная, и многие трассы сильно проще, чем есть на самом деле. Вообще, килтерборд достаточно уникальная штука, и она мне больше нравится, чем мундборд. Во-первых, потому что зацепки здесь сильно больше, а перехваты сильно дальше, из-за чего корпус намного больше напрягается, и такое ощущение, как будто ты сходил в качалку. При этом, перегрузить пальцы можно точно так же, как и на мундборде, но вероятность этого чуть меньше, потому что зацепки сильно больше. По ощущениям, я полазал на минут 30-40, и после этого я резко устал, почувствовал усталость, руки уже не притягивали, тело особо не держало, и следующие два дня, после тренировки на килтерборде, у меня болело всё тело. Это намного интереснее, чем делать УФП, и при этом ещё пальцы качаются. Ну, а если вам понравилась доска, вы можете перейти по ссылке в описании на сайт Skaldrom.ru, и приобрести там килтерборд, у него есть маленькая версия для дачи, отлично подойдёт. А Skaldrom.ru являются эксклюзивными дистрибьюторами килтерборда в Россию. Единственный, как по мне, недостаток килтерборда заключается в том, что их очень мало, особенно в России, он один. Поэтому многие трудные трассы, мало людей пролезло, а значит категория довольно гуляющая. Но самое интересное в килтерборде, то, что вы можете выбрать трассу с углом наклона 50 градусов. Если у вас не получается, вы можете изменить угол до 40 или 30 градусов, тем самым, убрав одну или две категории. К примеру, если на 50 градусов, категория трасса 7А, на 40 это будет 6С, а на 30 — 6Б. Если позволяет высота помещения, килтерборд можно поднять и на 20, и на 10, и на 0 градусов, тем самым сильно упростив трассу. Благодаря чему нам много проще отрабатывать тяжёлые трассы. Получилось на 20 градусах, изменили до 23 или 25. Получилось, снова увеличили градус. Во время тренировки мы старались не делать большое количество попыток на одну трассу, и как только тот из нас успевал пролезть трассу за 3-5 попыток, мы переходили на следующую. На этой трассе быстрее пролез Влад. А сейчас мы пробуем самую трудную трассу за сессию. Это 8Б с углом наклона 50 градусов. Мы попробовали сделать по движению, у нас не получилось, чипки почти не держали, казалось невозможно. Я предложил изменить угол наклона до 40 градусов, и стало сразу сильно легче. Изменили угол наклона до 40 градусов, теперь попробуем трассу на 40 градусов. Даже после того, как мы изменили угол наклона до 40 градусов, трассу собрать было крайне тяжело, и залез ее в лад, я уже чувствовал усталость. По движениям собрать получилось, и лучший результат, я пролез в трассу с одним срывом, вот на этом перехвате, щипка на щипок. Нужно попробовать свежим, возможно, не такая тяжелая, как кажется, может быть, я слишком сильно устал, но по ощущениям она оказалась невозможной. Большое количество перехватов, и все перехваты достаточно силовые, и начиная со старта ты немного тратишь энергию, и под конец перехваты вроде не тяжелые, но когда ты лезешь сначала, сделать их очень тяжело, потому что энергии уже не остается. Клаймблок. Выезды на скалы по России и миру. Ссылка в описании. 6Б на 30 градусов, потом увеличим градус, и трасса усложнится. Я выбрал трассу, у которой есть разные категории, в зависимости от угла наклона стенда. Сейчас я лезу 6Б с углом наклона 30 градусов. Затем я буду увеличивать угол наклона и смотреть, насколько усложнена трасса. Это было немного тяжеловато, но 6Б действительно тянет. Та же самая трасса, но уже на углу наклона 40 градусов. Попробуем. Мне еще интересно, насколько изменится расклад. Категория 6С теперь. Стартану так же с правой ноги. Правая рука очень пассивная. Но трасса стала существенно сложнее. И вот эта штука очень пассивная. Я сейчас соскальзываю. Следующий угол. Так, теперь на самом деле нужен немного другой расклад, потому что эта зацепка теперь точно не будет держать. Она даже на прошлом углу уже плохо держала. Поэтому план стартую левый сюда, прыгаю сюда, придержался и сюда. А значит, надо стартовать с левой ноги. Я еще раз попробую своим оригинальным раскладом, в котором не лезет первый раз. Посмотрим, получится или нет. Так уже не лезется. Опустил до 60 градусов. Теперь, я думаю, это 7Б будет. Предыдущая была 7. Попробуем. Фуф. Тут надо, возможно, так и сразу так ловить. На! Ну, 7Б точно может дать. Она стала очень интересной. Я теперь не могу эстатично удержать. Нужно прыгать право-левой. Теперь 7 градусов. Если в прошлый раз я здесь стоял нормально и до этих еле дотягивался, то теперь я их касаюсь головой, потому что теперь здесь потолок. Я думал, что это будет каждый раз на категорию сложнее. 10 градусов прибавил, на категорию тяжелее трасса стала. Но напишет, что это теперь 8А. И в целом это вполне возможно. Теперь нужен новый расклад, потому что я так не прыгну здесь. Надо, наверное, носком подцепить будет старт. Да, если там не так, чтобы было легче для носка. Ну, вообще, честно говоря, можно было и поаккуратнее сделать синиш. Трасса стала намного тяжелее. Очень тяжелая. Ну и на заминку Влад Шевченко выбрал трассу, которую он хотел попробовать. Это 8Б с углом наклона 70 градусов. Я ее пробовать не стал. Кожи совсем не было. Было очень больно держать для цепки. А вот Влад, как свеженький, решил наработать трассу. 8Б. Давай-давай-давай-давай. Вы помогаете мне делать больше роликов и более качественный контент. Пока!